i.urokymusic.ru Урок первый. Творческо-мастерская аранжировщика. Общие понятия. Аранжировка и запись. Зачастую процесс аранжировки и записи происходит одновременно. Хотя в идеале нужно сначала подготовить клавир или дирекцион. Желательно все-таки для начала все хорошенько продумать. Продумать на бумаге либо в компьютерном варианте. Четко составить себе план будущей аранжировки. В каком стиле эта аранжировка будет? Какие инструменты будут здесь участвовать? Какая их тимбральная окраска? Какое вообще стилистика? Направление? Жанр музыки? Для чего эта музыка? Составить детальный себе план. Какие инструменты? Где они должны находиться? Какие сольные партии? Кто это должен петь, если это песня? Если перед вами уже такой составлен микс, на бумаге, либо в электронном варианте, тогда гораздо проще придумывать всякие музыкальные партии. И если у вас уже такая карта готова, можно приступить непосредственно к аранжировке. Давайте для качества первой аранжировки возьмем какую-нибудь песенку из детства. Ну типа из разряда. Понятно, да? Для начала нам нужно ее гармонизировать. То есть придумать фактуру. Аккорды. Какие должны быть здесь аккорды? Ну и так дальше. Если мы это хорошенько все придумали, можно приступить... Эти аккорды, конечно, надо выписать где-то на бумаге, и потом, чтобы не путаться и придумывать новые партии уже в составе этой гармонизации этого произведения. Дальше берем, выставляем темп в проекте. Нужный темп, ну где-то скажем вот 80, да? Жмем нашу заветную кнопочку record и начинаем писать. Есть. Послушаем. Сразу пишем другую партию. Ну выберем... Давайте сначала, чтобы была опора функции бас. Загрузим какой-нибудь бас. Таким же самым путем пишем гитару. Потом таким же путем пишем барабаны. Напишем какие-то такие мягенькие пэды, подушечку на заднем фоне и скрипочки. Скрипочки будем писать по опорным нотам нашей гармонии. То есть смотрим на нашу сеточку гармоническую и смотря, исходя из тактов, где какая нота должна быть, она должна обязательно быть в аккорде. Вся эта простенькая аранжировочка была сделана исключительно виртуальными инструментами. Ну, смотря от стиля, от музыки, конечно, предпочтительно было бы приглашать живых музыкантов играть это на натуральных инструментах. И для записи накопления музыкального материала существуют следующие источники. Это есть микрофоны для акустического музыкального материала, записи вокала, бэк-вокала, разных инструментов и тому подобное. Есть, конечно, звукосниматели для записей гитар, электромеханических музыкальных инструментов и других. Помбики всяческие. Потом есть аналоговые электронные музыкальные инструменты, цифровые электронные музыкальные инструменты. Благо на сегодня есть очень большой такой выбор. Ну и целый раздел, как мы уже сегодня с вами говорили, виртуальных музыкальных инструментов. Субтитры подогнал «Симон»